В последней игре чемпионата факел победил 1-0. И продолжил беспроигрышную усилию, начатую ровно год назад. Вроде бы надо радоваться, что главный футбольный клуб области решил задачу выхода в первый дивизион, ФНЛ. Но качество игры синий-белых вызывает большие нарекания. Вот и в принципиальной встрече с главным своим соперником в этом сезоне, клубом «Рязань», в первом тайме игра воронежцев явно не соответствовала их чемпионским амбициям. Более того, на последней минуте тайма открыть счет могли рязанцы, но спас ситуацию наш вратарь. Первый тайм не совсем удался нам. Причина проста. Мы проиграли центр поля. Не очень хороший контроль мяча. Объяснение. Коля Бежеляев не в форме находится. Недостаточно контроль мяча было именно в средней части поля. Поэтому так в первый тайм, скажем, не очень. Три замены в перерыве встряхнули факел. И главный бомбардир команды весенней части чемпионата Антон Заболотный благодаря индивидуальному мастерству решил исход встречи. Он прорвался по центру в штрафную гостей и на 48-й минуте забил свой десятый мяч. Два реальных шанса поразить ворота лязанцев были у Дмитрия Тихова, защитника факела. В конце сезона у него вдруг прорезалась тяга активно подключаться в атаку, и он в одной из игр сделал дубль. На 63-й минуте Дмитрий, как заправский нападающий, с лета нанес хлесткий удар в створ ворот, и только мастерство вратаря, а гостей спасло их от гола. Еще один реальный шанс поразить ворота лязанцев у воронежцев был на 75-й минуте, когда после пробитого штрафного подоспевший на добивание Дмитрий Тихий попал в штангинг. Не густо в матче на своем поле. Чтобы не стать мальчиками для битья в первом дивизионе, надо срочно укреплять состав в сине-белых как в середине поля, так и в нападении. И нам приятно, что наши выводы на послематчевой конференции подтвердил главный тренер воронежцев. Укрепление требует все линии. Вопрос в переговорный процесс идет, как будет складываться. Это сложный вопрос, связанный с тем, что отношения клуб-клуб, клуб-игрок, много факторов. Поэтому я не могу сказать, что то, что будут укрепления во все линии, это однозначно. Кому нет претензий в ушедшем сезоне, так это к болящикам факелам. Как бы команда не выступала, они всегда ее поддерживали. И недаром наш стадион один из самых посещаемых в стране. Фото на заключительном матче на трибунах собралось около 13 тысяч самых преданных поклонников сине-белых. Были среди них и фанаты факела. Это особая категория болельщиков, которые живут по своим правилам. И на этот раз, после острых моментов и забитого гола, они почему-то устраивали кучу малу между собой. Может быть, это уже на уха у следующего сезона? Поздравляем факел с победой и выходом в первый дивизион – Футбольную национальную лигу. Субтитры создавал DimaTorzok